все по одному и тому же сценарию еще ни один человек который на встречу меня приглашал чтобы рассказать как в финансовой пирамиде все отлично и какие высокие доходы можно иметь еще ни один не рассказал конкретно сколько нужно товарооборот сделать тебе со своей сетью если вы позиционируете себя как сетевой маркетинг а по сути для меня это не сетевой маркетинг а это финансовая пирамида ничего плохого в этом нет просто нужно понимать что деньги ты приносишь вносишь и это твой риск и там зависимости от того сколько ты принес но на эти деньги рискуешь мне например было бы не жалко там потерять 5000 рублей чтобы посмотреть как это дело работает поэтому я заходила подобные проекты вот ну конечно вру что было не жалко это надеялась что я отобьете деньги причем у меня получилось все таки я зашла там на 1000 долларов и заработать 1500 долларов выявила смогла только 500 долларов а тысячу так все и пропало компания схлопнулась потому что вывод денег в таких компаниях на электронные кошельки на кэш кошельки на какую-то платежной системе они состоят это не российские компании поэтому естественно в какой-то прекрасный момент происходит то что они расставываются соответственно те кто стоял у истоков этой компании и был осведомлен о таких действиях следующих они могли успеть вывести свои деньги остальные нет сети большие да то конкретно нужно делать но вернее сказал что нужно искать людей ставить их в например если ты бинар в левую ногу а в правую ногу или ветку тебе будет ставить твой наставник ok наставника большой ресурс людей он скорее всего работы через рекламу а новичок приходит со своим кругом общения и кого может он завести там на первый пакет там на 5000 рублей например да вот а дальше что но 2 3 он заведет тогда мне вопрос почему наставник если он хочет чтобы ты развивался как новичок не поставить тебе в твою ногу людей чтобы ветки шли параллельно потому что только в этом случае когда ветки параллельно делают товарообороты растут новичок может получить доход у меня ответ такой что у лидеру не выгодно чтобы новичок рос за счет этого что новички не растут лидеры зарабатывают и соответственно у них строится этот типа бизнес а вот если мы кого если мне говорят а еще вот смотрите прикол да нужно привести к спрашиваю сколько нужно людей до привести чтобы зарабатывать 50 тысяч двоих как двоих это с этого будешь иметь сто процентов нет конечно нет по пять тысяч например они зашли так же как и ты тебе нужно отбить свои деньги вот ты пригласил еще двоих они внесли по 5000 рублей ты отбил свои 5000 сверху там что-то получил такой какой-то кэшбэк на вот это твои первые деньги но людям так говорят абсолютно другое чтобы типа ты заработал например там 7 500 это же неправда ты отбил свои 5000 до а сверху заработал 5 500 хорошо ой 2 500 хорошо следующее спрашиваю сколько людей нужно таких же по два привести вот тот приводит по 2 следующий приводит по два человека и еще фраза такая да и еще переливов очень много вот я вам я не понимаю что такое переливы новички вряд ли это тоже все понимают сверху снизу справа слева но это смешно какой бизнесмен который создал эту систему будет с тобой делиться деньгами чтобы просто тебе переливать деньги я не знаю что они там переливают конечно я не разбиралась и даже не хочу на это время тратить потому что вижу сколько людей на идут туда через год возвращается кто-то больше кто-то меньше потерял или компании схлопывается или не могут вывести деньги элементарно у меня такое было что я тоже заходила да это нормально это получаете нужно свой опыт потому что на сегодняшний момент вот при том что я уже знаю слышала и видела своими глазами людей которые выходят которые выходят из этих вот пирамидосов да и что какое у них мнение и да правда что есть люди которые в этих компаниях являются миллионерами мультимиллионерами но они их единицы огромной структуры которые под ними новички либо люди со своими структурами они не зарабатывают либо зарабатывают очень мало поэтому все это старо как мир несмотря на то что мне говорят что это новая компания только на рынке она на первом на втором на третьем на десятом месте три десятевых компаний не это вообще ни о чем не говорит абсолютно вот это слова до которые слышат новички которые возбуждаются этим не разобравшись ну я думаю что сетевой маркетинг он намного проще намного честнее когда ты те же самые свои 5000 несешь в магазин компании сетевой получаешь за это взамен продукт плюс за этот продукт и получаешь еще возврат кэшбэк и плюс еще ты можешь спокойно работать и свои команды да и рекомендовать честный бизнес и честный продукт вот ну короче я сетевик классический до сетевик и вот эти вот все призивы призивы мотивация больших деньгах ну как же ты же можешь здесь при твоих ресурсах своей команда есть такой огромной потребительской структурой за меньшее за меньший срок до заработать больше денег и что ребят я также их могу быстро легко потерять поэтому да нужно учиться считать деньги изучать маркетинг прямо вот каждую буковку нас к сожалению финансовая безграмотность полностью вот и дальше да получать свой опыт но а потом если вам интересно действительно зарабатывать научиться долгие долгие деньги да то велкам ко мне в команду я покажу вам после моих многократных падений неудач на что на сегодняшний момент есть возможность расти развиваться и получать хорошие выгоды и доходы